В Челябинске фитнес-бум. Несмотря на кризис, больше южноуральцев стало заниматься спортом. На тренировки записываются не только молодежь, но и школьники, и даже пенсионеры. Число тренажерных залов и залов для аэробики всего за год в Челябинске увеличилось на треть. Почему южноуральцы в свободное время ходят не в бары, а в фитнес-центры, узнала Ульяна Зайкова. Мы держимся и очень спокойно за счет собственного веса. Садиться на шпагат с помощью специального гамака учат во время аэро-йоги. Это под силу даже новичкам, объясняет инструктор. Но с первого взгляда занятие больше напоминает акробатику. Кувырки, прогибы и позы вниз головой. Это направление в Челябинске появилось недавно. Здесь те же упражнения, что и в обычной йоге, только в воздухе. Они полезны для позвоночника и мышц. Этой студии йоги всего полгода, но клиентов уже немало. Скоро в зале даже не будет хватать места. Хотя аэро-йога относится скорее к экзотическим видам фитнеса, а не традиционным. Когда обычные упражнения, асаны мы выполняем в воздухе, то в работу включаются самые внутренние мышцы, что позволяет укрепить двигательный аппарат наш. Интерес возрастает. С каждой недели у нас появляются новые ученики. Остаются самые первые у нас есть. Кто с сентября как пришел, так и ходят. Приводят своих знакомых, друзей. Ходят мамы с дочерьми. Потому что этот фитнес рассчитан на любой возраст. В Челябинске становится спортивнее. Ходят заниматься в тренажерные залы и студии йоги. Большинство покупает сразу годовые абонементы. Их стоимость в среднем от 15 тысяч до 25. И это несмотря на кризис. Число фитнес-центров в городе всего за год увеличилось аж на треть. Такую статистику озвучивает в интернет-справочнике 2ГИС. Сейчас в Челябинске 160 спортивных залов. Под тренажеры теперь выкупают целые этажи в офисных зданиях. Хотя еще недавно большинство из них были в подвалах. Есть студии йоги, танцев, клубы капоэйра и бокса. Мы периодически проводим исследования, в том числе и фитнес-центров. В частности, в 2014 году проводили исследование по количеству фитнес-центров в городах-миллионниках. Тогда Челябинск занял в этом исследовании шестое место. На первом, конечно, Москва была. А если сейчас уже смотреть эту картину, то Челябинск поднялся немножко выше. Сейчас он занимает пятое место в количестве фитнес-клубов. В этом тренажерном зале тоже отмечают увеличение клиентов. И ходить начали не только взрослые люди. Записываются на тренировки даже школьники и пенсионеры. Конечно, нагрузку для них тренеры рассчитывают индивидуально. Например, поднимать 40-килограммовую штангу таким посетителям никто не разрешит. А вот о правилах общей физической подготовки расскажут. Некоторые клиенты открыто признаются, что раньше свободное время могли проводить в барах или у телевизора. А теперь торопятся на тренировки. Они поддались здоровой моде. Выглядеть стал лучше. Похудел на 10 килограмм. Но это уже результат для меня лично. 10 килограмм визуально очень выглядит сильно. Изменяется человек внешне. Как сесть на шпагат за 10 дней? Как сделать живот подтянутым, а ноги стройными? Сегодня такими новостями пестрят все социальные сети. И они сделали свое дело. Челябинцы пришли сюда, в тренажерные залы, чтобы стать более подтянутыми, выносливыми и, конечно, более красивыми. Подстегивает интерес к спорту и проведение крупных соревнований в Челябинске. Первенство России по фигурному катанию, чемпионаты мира подзюдо и тэквондо. За последние несколько лет Челябинск стал спортивной столицей страны.